Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Конец февраля и я продолжаю разговор о выращивании рассады петунии. Вот в предыдущем видеоролике я сказала, что если вы впервые решили... Конечно, это только для новичков, тот, кто раз или два выращивал, все они это знают. Но если вы решили впервые посеять петунию, вырастить петунию... И я сейчас больше говорю даже о простых семенах, не о тех дорогих гранулированных, а о тех, которые можно выращивать и из года в год собирать самим, что я и делаю всегда. И нужно знать особенности. В предыдущем видео я уже говорила, что петунию можно посеять классическим способом, просто посыпать на землю. Можно посеять на снег, для того, чтобы равномерность посадки... Ну, более равномерно. Можно посеять на пеленку, в качестве пеленки просто туалетную бумагу мокрую. Можно посеять замоченными семенами, подержав в растворе их, они там обеззаразятся, замочатся для лучшей всхожести. Но после того, как мы посеем, мы должны соблюдать определенные условия. Это не тот цветок, который, как астра или бархатца, просто можно закопать в землю и ждать. У него есть свои особенности. Вы все знаете, что семена петунии очень-очень мелкие, они как пыль. И это обусловливает вот этот поверхностный посев. Почти всегда петунию сеют поверхностно. Просто вот так посыпать на влажный грунт и все. Очень редко присыпают, чуть-чуть, но присыпают или там прокаленным песком или чем. Я никогда не присыпаю, я сею поверхностно. Это вот классический посев. Много-много лет люди так сеют петунию. Но вы же понимаете, семена меленькие, маленькие, раз они лежат на поверхности земли, они же могут высохнуть, земля чуть, верхний слой подсохнет и они не взойдут. Только поэтому, потому что вот такая особенность посева, такой размер семян, мы должны сразу же после посева создать парниковый эффект. То есть в обязательном порядке посевы петунии должны быть прикрыты или пленкой полиэтиленовой, или стеклом, или какие-то вот контейнера есть такие. Вот я из-под салатов беру. Все, парниковый эффект. Но парниковый эффект, это значит там влажность, это значит там сырость. И там, возможно, вероятность возникновения вот этих всяких плесеней грибковых. И тут мы одновременно с парниковым эффектом должны давать ей ежедневное проветривание. То есть у нас медаль о двух сторонах. Мы должны и парниковый эффект ей создать, и проветривание. Как я делаю? Я сею, например, сегодня, ставлю на следующий день утром, и потом ежедневно, каждый день до всходов, открываю вот эту вот крышечку, 10-15 минут проветривается, опять закрываю. Если вверх конденсат и капельки, то я протираю. Если вижу, что немножко подсох поверхность грунта, то я опрыскиваю и закрываю. Так мы держим в таком режиме до всходов. Обычно всходит очень быстро. На третий, на четвертый день вы увидите маленькие червячки беленькие, такие раз, как будто бы как личиночки. Это маленькие корешки. И потом появятся маленькие зелененькие семидольки. Все. Режим мы быстро меняем. То есть, вот таким уже растением, у которых есть листики, у которых есть корешки, мало вот этого 10-минутного, как открывания крышечки. Им нужно более длительное проветривание. Но совсем открыть сразу мы не можем, потому что они засохнут. Корень, он еще не внедрился в грунт, он только вылупился с этого скрошечного семечка. И он, можно сказать, как лежит наружи. Он еще потом туда воткнется, через несколько дней. В этот период самое важное, не пересушить, чтобы не засох этот корешок. И мы увеличиваем проветривание постепенно. Первый день на 20 минут, потом на полчаса, потом на час. И вот мы увеличиваем проветривание, они внедряются в грунт. И как только вы увидели, что вот эти семидольки вверху, а корешков уже нет, они в земле, можем полностью открыть эти посадки. И тут главное не упустить этот момент, не оставить их околпашенными надолго, вот в этом, в парниковом эффекте. Потому что питунья это особое растение. Очень маленькие сеянцы, очень нежные, очень тонюсенькие ножки. Им нужно проветривание. Если мы их оставим в сыром, во влажном, в микроклимате, черная ножка, может их сразу полягут. Или черная ножка, или какие-то плесень, все. Короче, мы открываем, все. И дальше самое главное нам дотянуть их до пикировки. После пикировки они обычно, это такие благодарные растения, они очень быстро наращивают корневую систему, у них быстро начинается образование листьев. Самое главное уберечь вот этих сеянцев. Тут мы смотрим. Нужно, если подсыхает грунт, можно опрыскивать. Если сильно влажно, ну не надо делать сильно влажно. И еще, если я говорила про томаты, про перцы, что если грунт чистый, можно его использовать еще раз, то вот требования к грунту для посева питунья у нас особые. Так как они очень чувствительны к болезням, их очень часто могут поразить. Они очень маленькие, очень нежненькие. И грунт обычно люди стараются брать стерильный. Ну как стерильный грунт? Это значит, что его можно и пропарить в духовке, и прожарить в микроволновке. И если для остальных овощей мы говорим, что нежелательно там погибнут все полезные микроэлементы, там какие-то полезные бактерии. Тут нам не важно. Нам не важны никакие полезные бактерии, нам не нужны никакие микроэлементы. Нам важно, чтобы первый период, неделя, там 10 дней, в этом грунте ничего не завелось, и ничего живого пусть там не будет. Нам не надо. Питунии хватит той влаги, которую вы будете давать. Она же крошечная. Не нужно ей никаких там удобрений, ничего. Лучше грунт простерилизовать или фунгицидом. Я вот в прошлом году привикуром поливала, до этого прожаривала в духовке, или поливала крепкой марканцовкой, потом выдерживала какое-то время. Самое главное условие – это грунт стерильный и соблюдение всех условий. И еще, питуния – такое особое растение, всходит которое обязательно на свету. Если томаты мы сеем, и первые дни у нас они стоят в темноте, потом, когда взойдут, мы их выставляем на свет, то питуния, как только вы рассыпите поверхностно, вы ее должны сразу поставить на свет. Она проклевывается на свету. Если вы, не дай бог, в темноте ее где-то поставите, и она проклюнется, она вытянется моментально. Она вытянется, вы не сможете, она упадет, или распекировать ее невозможно. Они сделаются, как шелковые ниточки, очень нежные. Вот все, что мы должны знать. Во-первых, посеяли, поставили под свет. Во-вторых, грунт выбрать обязательно, безопасный, вот по микробиологии, чтобы не было там ничего, лучше прожарить или на водяной бане, или в духовке, или в микроволновке, или пролить фунгицидом. Так, грунт пролили, посеяли, поставили на свет, сразу делать парниковый эффект. Или закрыть пленкой, или закрыть стеклом. Но тут же сразу, ежедневно проветривать. Убирать конденсат, может быть, тряпочкой, или вот так вот, я вот бумажки вот так иногда делала. Проветривать. И следить, как только появились, вот эти, сходы первые, зелененькие, там, беленькие корешки, увеличивать проветривание. И как только они, две семидоли, ну, как видно уже, что растенница маленькая, две семидоли, убирать крышку и делать проветривание. Очень склонна к вытягиванию, нужен свет обязательно. Очень склонна к различным заболеваниям, переувлажнять нельзя. И очень маленькая и нежная, пересушивать нельзя, может засохнуть, все. Но вот эта нежность, если вы неделю или 10 дней с заботой, с любовью отнесетесь, вот, будете прям над ней трястись и делать все то, что она хочет, когда хочет увлажнить, когда хочет, наоборот, вот так проветрить, то после пикировки, я больше чем уверена, никаких хлопот она больше не принесет. Неприхотливые растения, очень красивые. Если выберете, например, дорогие сорта, ну, это то же самое, что и в гранулах. Гранулах также положила, ее опрыскиваешь, увлажняешь. Если выберете дорогое, в гранулах, F1, которые не дают семян, можно начеренковать, храниться даже зимой. Я постараюсь найти прошлогоднее видео, когда я увлекалась петунией, когда у меня был полный подвал зимой петунии, она у меня там и росла, и цвела, я весной черенковала, размножала. Очень благодарное растение и черенкуется, и размножается, и семенами, и черенками. Любой кусок петунии, любой там маленький вот такой вот пасынок воткнешь, через какое-то время образуется шикарный. полноценный куст. Петуния такая же живучая, как томаты, но еще и очень красивая. Все. Это вот для новичков, чтобы они знали, что ожидать при посеве петунии, что нужно знать, на что нужно обратить внимание. Если вы учтете все ее предпочтения, то у вас обязательно вырастут шикарные цветы. Все. В конце к этому видео, как и к предыдущему, я вам, ну как хочу дополнить немножко, что три года назад я занималась выращиванием петунии очень плотно, очень-очень много сортов всяких. Все-все-все я это снимала на видео. И вот сейчас ссылки были у меня разные, всякие, такие красавицы, смотрите какие. И вот ссылки, которые будут в конце, в описании к этому видео, кто хочет научиться выращивать петунию, посмотрите вот эти ссылки, вы все поймете. Тут и когда пикировать, и как сеять, и какой вид посева, все-все. Вот тут гацанья аквилегия промелькивает. В те годы я была поглощена именно цветами. И самые первые видеоролики, которые меня сподвигли вот на снятие видео, были именно петунии. Сейчас скажу, какое было первое. А, ну вот. Январь 17-го года, самые первые. Это было про петунию. Я хотела показать, какая петуния у меня в подвале сидит зимой, как я ее черенковала, все-все-все. Кому интересно, кто хочет заняться цветочками, посмотрите. Очень информативно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!